Девчонки, всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Мне кажется, я уже написала в инстаграм, что ветер перемен нервно курит в сторонке где-то. Он стоит и думает, боже, Алиса, ну почему, почему ты так часто это все переделываешь и переставляешь? В этот раз я нашла очень простой ответ. Свет. За окном уже холодно и даже если бывает светло, то это все ни в тему, ни в попад. И хочется какой-то стабильности в освещении, поэтому в очередной раз я переехала. Короче, я стул теперь поставила к стене. Я сейчас вам вставлю видео, покажу, я там снимала на телефон, как это сейчас выглядит. Сегодня у нас Room Project будет такой в формате влога, поскольку само панно, допустим, я мастер-класс на него не буду снимать, я не профессиональная макромешница, но мастер-класс я вам внизу ссылочку оставлю и покажу панно, которое получилось у меня. Еще ко мне в руки попала поломанная когтеточка, я ее решила довести до ума и сделать из нее нормальное лежбище для Ханны. Я вам покажу обязательно, что получилось. Хане очень нравится, она довольна. Также я нашла один такой интересный вариант для кухни, но я вам покажу все и расскажу. Если вам это интересно, то оставайтесь со мной, продолжайте смотреть и не забывайте обязательно подписываться на канал и ставить колокольчик, нажимать для того, чтобы не пропускать новых видео. Не знаю, как телефон будет снимать, давно уже не снимала на телефон. Знаю, что меня смотрят девчонки, которые тоже занимаются видеоблогингом. И вот вариант, как я прикрепила свой монопод. У меня монопод специально для камеры с такой дырочкой сзади. И я взяла палку от штатива крепления и перенесла туда. И получается закрепила там камеру, а на сам штатив поставила освещение. Вот и теперь стационарно переехала вот в этот уголочек для того, чтобы у меня был свет. Ну, уже вот скоро в следующем видео вы увидите результат. Я думаю, что очень должен быть хороший. Готовлюсь здесь к открыточкам. У нас будет с вами опять серия открыток осенние. Начала я плести панно из трикотажной пряжи. И постоянно смотрела мастер-классы, прям пошагово все повторяла. Я начала пробовать, но мне не нравится то, что получается. Это смотрится как-то убогенько очень. Поэтому вот. Ну, девочка ничего не рассказывает. Ни сколько метров надо, ни сколько это стоит, ничего. Я немножко расскажу. Значит, вот эта веревка, которую можно будет потом распушить. Ну, я так посмотрела. Она обошлась мне в 28 гривен, 20 метров. И вот эти веревочки. Здесь очень плотное такое плетение. Я думаю, что вряд ли его получится как-то там раздербанить. Ну, хотя я не знаю. Здесь 4 миллиметра 15 метров, по 20 гривен один рулончик. Итого 108 гривен у меня все это вышло. Получается 60 метров. Динь-динь-динь-динь-динь. 60 метров вот такой красоты. И 20 метров вот этой веревки. То есть, у них видно даже, что разные плетения. И вот из них мы будем плести. С бельевой веревкой все пошло намного быстрее и, конечно, красивее. Сами основные веревочки должны быть по 3 метра каждая. И в итоге у меня вышло панно 55 на 95 сантиметров. Ветку я принесла из леса. И сразу скажу, вымочьте ее хорошо. Ну, короче, сделайте так, чтобы из нее вылезли все муравьи. А то я все 2 дня, сколько я плела это панно, я давила этих малышей. По времени. Вечером часа полтора и днем примерно так же. Занятия очень увлекательные. На выходе такая красота. Мастер-класс на это панно вы найдете внизу в описании. Потому что я не профессионал, не спец в этом деле. Панно плела первый раз. И, как видите, все получается с первого же раза. Легко, просто и вообще-то так эффектно смотрится. Теперь возьмусь за то, что я точно умею сама. И это когтеточка-домик для нашей кошечки. Из окна я увидела, как люди несут на мусорку поломанную когтеточку. И, спойлер, кресло. Ну, это в будущем. Пропустим. А пока я попросила их отдать эти сокровища мне. И приступила к переделке. Для начала я полностью разобрала всю поломанную когтеточку. Выстирала мех. И из деталей у меня получились верхняя и нижняя плита. Тяжелые, целые, такие добротные. И круглый столб, который обтянут обмотан бечевкой. Мне осталось вырезать 3 стенки и верхнее сидение. С помощью уголков скрепляем их в кубик. А устанавливая столбик, я укрепила их саморезами. Кстати, если у вас такого столбика нет, можете взять квадратную палку и обмотать ее бечевкой. Кошке все равно, а по что ногти точить. Я вам точно это могу сказать. Сверху натягиваем старый мех. Все порванные места я зашиваю вручную. Обрезаем все лишнее или неровное. В общем, ровняем так, чтобы было красиво. Следом берем стейплер и все это хорошенечко прибиваем. Я сделала вот так вот макраме. И будет, например, вот что-то в таком духе. Здесь сейчас будет белая меховушка. Да, нарисовала с обратной стороны. Я поставила отметку, где у меня будет располагаться. Я сейчас там дырочки просверлю. Короче, подожди, Давидка, сейчас я расскажу, что я делаю. Значит, я сделала вот такую тряпочку, которую я сейчас обтяну вниз, получается. А сверху вот загнала саморезы вот сюда, в самооснование, для того, чтобы все это держалось. И сейчас буду пистолетом обтягивать вот эту часть. И выкроила еще один кусочек и положила поролон. И сейчас буду отбивать, подворачивая окраин. У меня есть вот такая подушечка от старой кроватки Хана. Я ее обшиваю двумя отрезками меха, для того, чтобы было мягче и уютней. Укладываем подушечку в наш домик и свободным краем закрываем нижнюю плиту, для того, чтобы ее не было видно. Хана у нас в этом домике и рядом с ним, и спала, и лежала, и играла. Мы довольны. Да, мы еще переделали ей помпончик потом на вот такой белый красивый. Ну, чтобы все в цвет было. Она же все-таки девочка. Не обошлось здесь и без макраме. В общем, получилось очень даже уютненько. Нашей Хануське очень нравится. Для третьего DIY, так сказать, я нашла у себя вот такой старый планшет. Правда, девочке лежит года три, вообще к нему никто не притрагивается, потому что он ничего не тянет. У него Android 4, и поэтому он даже не мог смотреть, до этого показывать, точнее, YouTube. Но, в своем инстаграме я оставила инструкцию, как сделать так, чтобы четвертый Android вас показывал YouTube. Для того, чтобы нам сделать мини-телевизор, мы сделаем такой маленький чехольчик, обводим планшет на кожзаме, отступаем вовнутрь полтора сантиметра и полтора сантиметра наружу. Все хорошенько расчерчиваем, ну а потом уже можно и вырезать. С помощью линейки и канцелярского ножа вырезаем внутреннюю часть. Теперь я буду приклеивать пленочку. Но лучше сейчас этого не делать, а сделать это после того, как вы все прошьете. Либо возьмите пленочку не такую плотную, как у меня, потому что, когда я прошила все по периметру, пленка просто не дала мне вывернуть наружу изделие, поэтому пришлось ее отрывать и потом подклеивать заново. Не забываем добавить веревочки, на которых у нас будет держаться наш импровизированный мини-телевизор. Закрепили, можно шить. Все, что остается лишнее на швах, мы потом обрежем с вами. И можем выворачивать. Как я уже сказала, окошко я вытащила. И теперь придется вода клеивать заново. Для того, чтобы наш чехол был более устойчивым и более твердым, я добавлю на заднюю стенку переплетный картон. Из бумаги плотностью 280 грамм на метр квадратный я еще вырезала вот такую рамочку. Смотрим, что у нас получилось. Теперь наша готовка на кухне. Если у вас нет телевизора, конечно, там не будет такой скучной, как раньше. Можно и YouTube посмотреть, ну и также посмотреть, какая погода и сколько сейчас время. Да, вот такой вот влог стиля Room Project у нас с вами сегодня получился. Если вам что-то было полезно и интересно, то не забывайте обязательно поставить пальчики вверх, подписаться на мой канал. Пишите свои комментарии внизу, что вы думаете по этому всему поводу. Ну а я вам по традиции желаю солнечного настроения, море вдохновения и всем пока-пока! До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!